Актуальные проблемы в современной лингвистике обсудили на международном лингвистическом саммите, стартовавшем в Казанском университете с участием более 500 ученых-исследователей из разных стран мира. Мы гордимся тем, что довольно-таки много выступлений подготовили ученые-языковеды Казанского федерального университета. В частности, это ученые, которые ведут серьезные исследования в рамках наших научно-исследовательских лабораторий, которые осуществляют исследовательскую деятельность в междисциплинарном плане. Мероприятие посвящено 175-летию основания Казанской лингвистической школы Будуэнэду Картэне и 145-летию его работы в ВУЗе. Саммит проходит в онлайн-формате. С приветственным словом на открытии выступил ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Такой формат позволяет значительно расширить аудиторию участников. Тем не менее, мы надеемся, что последующие проводимые нами лингвистические саммиты состоятся уже в традиционной форме, и всем их участникам удастся непосредственно пообщаться между собой, а также ознакомиться с достопримечательностями столицы нашей республики и побывать в стенах Казанского университета. Важно, что саммит проходит в рамках подготовки к Международному лингвистическому конгрессу, который пройдет впервые в России, также на площадке Казанского университета в 2023 году. Предыдущие конгрессы, которые проходят раз в пять лет, принимали ведущие научные центры Рима, Копенгагена, Брюсселя, Парижа, Лондона. Наш сегодняшний саммит, который мы назвали «Вызовы и тренды мировой лингвистики», является первым из подготовительных этапов к проведению Всемирного конгресса. Стоит отметить, что Казанский университет уже имеет опыт в проведении крупных мероприятий в онлайн-формате. Как известно, и образовательный процесс сегодня организован на платформе Microsoft Teams. А что касается научных мероприятий, они тоже довольно-таки успешно проходят на данной платформе. Саммит продолжится до 20 ноября. Диана Желенкова, Кристина Надыршина, Ленарда Влетьяров, Универньюс.